Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новость Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Ряд пляжей города-курорт Анапы вошли в лучшие практики, организации безопасности, благоустройства пляжных территорий. Лучшие пляжи находятся в Анапе. С рабочим визитом в городе побывал министр туризма края, который оценил потенциал курорта. Было выявлено, что данный земельный участок используется не в соответствии с его целевым назначением. Чистота и порядок в городе на контроле головы, чем грозит предпринимателям несоблюдение правил благоустройства и торговли. Для меня спорт – это жизнь. Без него я не мыслю иного творчества. Быстрее, выше, сильнее. В субботу Анапа отметила День физкультурника большим спортивным праздником. Порядок в муниципалитете должен наводиться системно. Юрий Поляков дал сегодня соответствующее поручение своему новому первому заместителю в ходе большого планерного священия. Глава курорта потребовал от подчиненных активнее выявлять правонарушения. Особо Юрий Поляков отметил помощь общественников, которые обнаружили в самом центре Анапы мобильную шашлычную, торгующую из колес. Подробности в нашем сюжете. Юрий Поляков представил своего нового первого заместителя Сергея Петрова. Он курирует вопросы, связанные с санаторно-курортным комплексом, капитальным строительством, а также работу муниципального контроля. По поручению главы он выезжал в сельские округа. Очень негативное впечатление сложилось под станицей Анапской. Это въездная группа, это рынок, который у нас находится, Николаевский, практически в неухоженном состоянии. Потом вот эта правая сторона, весь торговый сектор, то же самое. И складывается впечатление, что покосить даже в самой сельской администрации у нас нет сил и возможностей. Станица Анапская – это ворота курорта. Есть вопросы и к селу Витязева. Юрий Поляков потребовал навести там порядок, а впредь действовать системно по всему муниципалитету. У нас есть закрепленные за улицами управление, люди, отмониторить и создать такие дорожные карты по улицам. Всем управлением, закрепленных за улицами, отмониторить все улицы, отфотографировать все улицы, объекты, которые плохо выглядят, в порядок привести, где мусор, где брошено все. И навести там порядок, и уделить внимание Витязева. Еще одна зона особого внимания – поселок Малый Утриш. Там отдыхают туристы, однако меры пожарной безопасности должным образом не соблюдаются. Юрий Поляков поручил известить об этом собственника земли – Краснодарский лесхоз, а также обратился к полицейским. Существует там два таких слабеньких магазинчика, которые позволяют себе торговать в буквальном смысле всем. Я попрошу вас, дайте команду участковому прямо до конца сезона поставить на контроль этот населенный пункт, что там происходит в нем. По словам полицейских, сегодня нарабатывается практика по воздействию на нелегальных таксистов, а также посредников, которые предлагают снять жилье. Два административных материала находятся в суде. На очереди еще около двух десятков. Есть все шансы, что процесс встанет на поток еще до конца текущего сезона. Нестандартных решений требуют нестандартные же задачи. Накануне при участии общественников в самом центре курорта выявили мобильную шашлычную. Только за выходные владельцу выписали три административных протокола. Тут там просто на муниципальной земле, прямо не кафе, а не довольно-таки, там на плане организовались машины. Нормально. Шашлычник, по информации хистов, живет на 60 метрах от этого места, где торговый, очень удобно. Подъехал на ночь, встал. Выполнено еще одно задание главы курорта. Службы начали мониторинг с воздуха, состояние автомобильного движения на самых оживленных анапских улицах при помощи квадрокоптеров. Наблюдения, которые продлятся до середины сентября, будут обобщены для выработки решений по оптимизации дорожного движения в Анапе. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Еще одно кадровое назначение состоялось сегодня в Анапе. Глава города-курорта Юрий Поляков принял участие в рабочем совещании отдела МВД, где личному составу был представлен новый руководитель, подполковник полиции Андрей Раб. Предшественник Андрея Раба Андрей Терехин ушел на повышение, возглавив полицию города Новороссийска. Андрей Раб работал его заместителем. В Анапе он трудится уже 7 лет, и по общей оценке его назначение – большой плюс для курорта. Для главного управления МВД России по краю направления Анапа, город-курорт, всегда было приоритетным. На сегодняшний момент здесь наибольшее количество принятых сил и средств находится. Хотелось, чтобы коллектив нового начальника не подвел. Разгар летнего курортного сезона, очень много, большой объем задач стоит, с которыми мы справлялись. Здесь Анапа справлялась под руководством предыдущего начальника, который у нас в повышении находится, возглавил МВД России по городу Новороссийскому. Но и здесь, я думаю, тоже будет справляться. В Анапе повезло, что у нас остался и назначен на должность Андрей Викторович Раб. Он проработал здесь, как уже говорил Евгений Александрович, более 7 лет. Он знает проблематику Анапы, он знает решение всех этих вопросов. Я думаю, и коллективу, и вам, и в том числе администрации при совместной работе, это очень удобно, когда человек все знает. Хочу пожелать, Андрей Викторович, вам удачи, для того, чтобы мы навели тут порядок. Я не могу сказать, что его нет, но улучшить мы это все можем. И к другим темам. Из 27 пляжей, включенных в список лучших практик, 4 находятся в Анапе. Об этом сообщили в Министерстве курортов и туризма края. Накануне с рабочим визитом в городе-курорте побывал глава ведомства Христофор Константиниди. Он отметил, что пляжная инфраструктура Анапы совершенствуется. Вместе с тем есть и системные проблемы. И здесь министерство окажет помощь в их решении. Короткий брифинг. В составе комиссии под руководством министра курортов края, представителей муниципалитета, краевых и федеральных контролирующих структур, а также правоохранительных органов. Работа ведется по всему побережью по поручению губернатора. Особое внимание выявлено болевым точкам. Несмотря на то, что Большой Утриш, признанная жемчужина Анапского побережья, она же по результатам мониторинга оказалась одной из самых проблемных. Шлагбаум установлен на публичном сервисоте, правильно я понимаю? Соответственно, ограничение доступа и взимаются деньги за проезд. По словам владельцев шлагбаума, вырученные деньги, помимо зарплат, идут на уход за прилегающей территорией. Однако, согласно кадастру, данная земля предназначена для размещения промышленных, а не коммерческих объектов. У меня просьба тогда большая от муниципалитета, вы инициируйте обращение в суд с точки зрения нахождения здесь объекта. Уже за шлагбаумом вопросы к безопасности. Люди купаются, берут на прокат маломерные суда, однако рядом нет спасателей и медиков. Зато процветает торговля. Обеспечивать безопасность должен или владелец участка, или предприниматели. У муниципалитета здесь нет полномочий. Земля находится в федеральной собственности. Христофор Константиниди поручил направить владельцам соответствующее письмо. На пляж в районе улицы 40-летия Победы уже второй визит в этом году. После первого здесь стало значительно чище, однако остаются вопросы к инфраструктуре. Арендатору необходимо исправить их к будущему сезону. Стоит отметить, что вопросы безопасности требуют особого внимания. Наличие оборудования, наличие спасателей на всех пляжных территориях. Кроме этого, комиссия сейчас обращает внимание на благоустройство, на соответствие требованиям ГОСТов, методических рекомендаций по благоустройству пляжей. И помимо замечаний, конечно, отмечены и лучшие практики. Ряд пляжей города-курорт Анапы вошли в лучшие практики. Организации безопасности, благоустройства пляжных территорий, которые, конечно, заслуживают внимания. Ну и это как раз для того, чтобы популяризировать это направление, как лучшие примеры. Работа Межведомственной комиссии, она приводит к тому, что, первое, мы достигаем той цели, это обеспечение безопасности нахождения наших граждан именно на курорте Анапы. Соответственно, это качество пляжного оборудования, это качество техоказания услуг, которые находятся на пляже. Это торговля, это другие виды услуг. И, конечно же, работа этой комиссии, она сильно помогает нам. Однозначно, позитивные моменты есть, но работы еще много, и мы будем работать и продвигать наш курорт. Это лишь один из положительных примеров, о которых говорил министр. Цвет белый, это означает, что инфраструктура не будет нагреваться, а с другой стороны, выглядит свежо. Обожаю 15 лет, ну с перерывами, конечно, но езжу, обожаю очень Анапу. Москвичке Ксении Иванюшкиной нравятся песчаные пляжи. На Черноморском побережье их не так много, а Анапа в этом плане настоящий рай. При этом уровень сервиса растет по мере того, как меняется менталитет отдыхающих. По сравнению, вы знаете, что с Советским Союзом, когда мы отдыхали, когда вот эту кукурузу ели, курили, все это, все в песок, вот это все. Здесь такого нет, чистота и порядок. Пляжи замечательные, да. Потому что я очень много отдыхала за границей, мне есть чем сравнивать. Замечательный песочек, очень культурно все. Лучшие пляжи претендуют на специальную номинацию премии «Курортный Олимп». Есть, конечно, и некий средний показатель, но, как и на любом рынке, все тянутся за лидерами. Условный Олимп становится все выше, а значит, выигрывают отдыхающие. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Предприниматели, которые ведут свой бизнес на территории Анапы, призвали быть более ответственными. Соблюдение порядка и чистоты – одно из обязательных условий. Вот только выполняют их не все. Недавний пример. Во время рабочей поездки главы Анапы на улице Терской комиссии увидела разбросанный строительный мусор возле бара. Юрий Поляков потребовал немедленно очистить территорию. Арендаторов здания нашли, и они тут же навели порядок. Специалисты муниципального контроля каждый день выявляют незаконные торговые объекты и демонтируют их. О правилах использования муниципальной земли и ответственности за их несоблюдение в материале наших корреспондентов. Торговая точка по продаже хлебобулочных изделий на улице Крымской была установлена в соответствии со всеми правилами и нормами, но сроки разрешительной документации истекли. Собственники торговой точки совместно с сотрудниками предприятия «Ремстрой» демонтировали павильон, вывезли оборудование. Территория общего пользования освобождена. В то же время во дворе домов на улицах Владимирской и Терской появилась новая детская площадка. Однако радость жителей омрачили арендаторы бара. По соседству с качелями и горками они разбросали строительный хлам, который еще и пытались сжечь. Специалисты муниципального контроля составили административный протокол и передали его на рассмотрение комиссии. Бар под аркой уже не раз привлекал внимание сотрудников администрации и правоохранительных органов. Жильцы соседних домов жалуются на громкую музыку после этого заведения. В муниципальной контроле на обчане написали коллективную жалобу и попросили выяснить законность его расположения у них под окнами. Специалистами управления был осуществлен визуальный осмотр данного земельного участка, а также проведены мероприятия в соответствии со статьей 8.3 Федерального закона номер 294 о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В ходе проведения данных мероприятий было выявлено, что данный земельный участок используется не в соответствии с его целевым назначением, что является нарушением Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, статья 8.8 и целевое использование земельного участка. По данному факту специалисты управления муниципального контроля отправили собственнику земельного участка досудебное письмо. Был сформирован пакет документов для искового заявления и передачи его в суд. Минувшие выходные выдались спортивными. В России отметили День физкультурника. На театральной площади чествовали тех, кто внес вклад в развитие физической культуры в Анапе. Кроме этого, каждый желающий смог принять участие в спортивных мастер-классах. Дети и взрослые, молодежь и пенсионеры. Все они в разной форме, в том числе и физической. А потому в самом начале массовая разминка. Не проходите мимо, подключаемся, подключаемся. Управления не сложные, но очень эффективные. После участников праздника поприветствовали сотрудники краевой и городской администрации. Анапчанам, которые продвигают спорт и сами являются активными спортсменами, были вручены знаки ГТО и почетные грамоты. Сергей Беляев – человек с ограниченными возможностями здоровья. Но это не мешает ему принимать участие в спортивной жизни Анапы и подавать пример для других. Я ребятам хочу пожелать силы духа, достижения спортивных высоких результатов, веры в себя безграничной и побед, побед, побед. Но если даже не побед, то всегда стопроцентного участия во всех спортивных мероприятиях. Для меня спорт – это все. Для меня спорт – это движение. Для меня спорт – это жизнь. Без него я не мыслю иного творчества. Как отмечают в Управлении по физической культуре, Анапа – это не только детская, но и спортивная гавань. Ежедневно десятки молодых людей приходят в спортивные секции, делая выбор в пользу здорового образа жизни. Желающих заниматься спортом гораздо больше, чем, наверное, мы можем дать им такой возможности. Поэтому наша задача как власти, конечно же, увеличить количество и спортивных сооружений, и мест для занятия спортом. Мы говорим и, наверное, о каких-то крытых спортивных залах, мы говорим о увеличении количества спортивных площадок, где каждый желающий может прийти и попробовать себя как в игровых видах спорта, так, наверное, и в силовых. Также мы хотим, чтобы у нас больше было так называемых турниковых комплексов, воркаут, площадок. Потому что просто вечером или с утра выйти, подтянуться, отжаться, попробовать себя на брусьях. Я думаю, что это, наверное, тоже внесет вклад в развитие, наверное, физической культуры спорта, да и вообще просто в здоровье каждого человека. Она нам нравится, нам удобно, администрация местная нам помогает. Спасибо им, тоже хотел поблагодарить, управление по спорту. Всегда рады нас встретить, провести соревнования на высоком уровне. Как бы, ну, на высоком уровне одни из лидеров. После торжественной части все желающие смогли поучаствовать в турнире по стритболу «Оранжевый мяч». В нем приняло участие более 600 человек. Это не только жители нашего края, но и гости, которые попали на турнир совершенно случайно. Отличный город. А так я не планировал нигде играть. Просто друзья позвали вот сюда на соревнования. Я поехал, мне понравилось. Первую игру сыграли, выиграли. Все хорошо. Кроме этого, работали и другие площадки. Открытый урок провели ребят с хоккейного клуба на роликах и сыграли товарищеский матч с командой «Стемрюка». Своими знаниями и умениями поделились кайтеры. А для мам и пап прошли увлекательные лекции на тему «Ребенок и спорт». Руслан Душевский, Анапа. Регион. Традиционный футбольный матч ветеранов города прошел на стадионе «Спартак». Встреча была посвящена Дню физкультурника и собрала самых активных игроков Анапского района. Старшему поколению не уступала и анапская молодежь, поддержав идею здорового образа жизни. Поклонники уличных видов спорта продемонстрировали зрителям головокружительные трюки на самокатах в местном скейтпарке. Посвятить выходные активному отдыху – основное правило футбольной команды ветерана Анапы в День физкультурника. Традиционный матч проходит в городе-курорте вот уже более 30 лет. Для каждого игрока спорт стал не просто хобби, а стилем жизни. Я лично вообще тренер по боевым искусствам, а футбол – это любимая игра. И я думаю, что это вот с детства закладывается, когда дети во дворах бегают с мячом. Вот с этого момента и появляется эта любовь к этому виду спорта. И до самых, как говорится, зрелых лет люди играют и занимаются. На стадионе собрались футболисты со всего муниципалитета. По словам организаторов, в этом матче нет победителей и проигравших. Однако дружеская игра – это дополнительная тренировка перед Кубком Края, который пройдет уже в следующем месяце. Команда, которая сейчас будет играть одна, она выступает на Кубке Края каждый год уже много лет. И обычно всегда добивается довольно-таки неплохих успехов. Или в четверку входит, или даже в финал выходит. В то же время в скейт-парке Анапы собрались более трехсот любителей уличных видов спорта. Воркаут, скейтбординг, трюки на самокатах – все это анапчане и гости курорта смогли увидеть на двухдневном фестивале продвижения. Я считаю, что люди, которые говорят, что это несерьезно, должны взять в руки самокат, скейтборд и попробовать. Ребятам стоит отдать должное, они очень мужественны, потому что они исполняют такие трюки. Судьи оценивали мастерство участников и зрелищность выполняемых элементов. Около 70 спортсменов от 14 лет получили подарки от спонсоров, а победители были награждены памятными кубками и грамотами. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа Регион. Тысячи человек приняли участие в спортивных интерактивных площадках в рамках Всероссийского дня физкультурника. Жители и гости курорта испытали свои силы на соревнованиях по кроссфиту, мастрестлингу и тяжелоатлетике, получив ценные призы от спонсоров. С показательными выступлениями на татаме вышли и детские спортивные школы боевых искусств. Капоэра – вид боевого искусства. Родился он в Бразилии и сочетает в себе элементы танца, акробатики и многочисленные удары ногами. В капоэра практически нет блоков, спортсмен постоянно находится в движении. Динамика и артистичность капоэриста захватывает дух и приковывает взгляды зрителей. Хорошая подготовка к более серьезным таким видам спорта, как ММА. Очень многие бойцы ММА занимаются капоэрой. Это, можно сказать, хорошая гимнастика, растяжка, потому что там большой аспект дают на растяжке, на гипписте, на пластике. И в отличие от других боевых искусств, капоэра, она коварна, потому что 50% техники, 50% обмана. Ты должен показать противнику одно, а на самом деле сделать другое. В этот день спортивные мероприятия проходили по всей Анапе. Ежегодный фестиваль ГТО, краевые и международные соревнования по волейболу, а также различные чемпионаты и первенства. На театральной площади собралось более 3000 человек, чтобы принять участие в интерактивных площадках. Жители и гости курорта состязались в армрестлинге и кроссфите. Мы постарались как можно больше сделать площадок, чтобы сегодня действительно праздник спорта, он ощущался. Я думаю, что нам удалось сегодня. Жизнь Анапы достаточно в спортивном области, очень насыщенная. У нас и мероприятия проходят как всероссийского, сейчас вот проходит и первенство России по пляжному волейболу в поселке Витязево. То есть постоянно одни мероприятия меняются на другие. Анапа, город воинской славы, по праву является мехой спорта. У нас здесь, на нашей территории проводят, начиная от краевых, всероссийских, международных соревнований, все соревнования проводятся на высочайшем уровне. И заслуга, конечно, во всем этом вас, спортсмены нашего города. С праздником вас всем! Здоровья, счастья, удачи! Во Всероссийский день физкультурника были подведены итоги года. Лучших тренеров и спортсменов города-курорта наградили почетными грамотами и ценными подарками. Поздравлением вечером присоединились и анапские артисты. День физкультурника закончился большим праздничным концертом. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ Спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь» Анапа-Самбурова 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова